Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим систему гроссмейстера Михаила Рахунова в гамбите Кукуева. Хотя шашечные эксперты утверждают, что все-таки авторство данной системы принадлежит мастеру Виктору Барабашову. А Михаил Рахунов лишь подсмотрел этот вариант и выдал за свой. Как говорится, решать вам, кому принадлежит авторство. Ну и данная система великолепно разобрана в трехтомнике Нижегородского гроссмейстера Максима Федорова, энциклопедии Эншпиле. В частности, во втором томе. Ну и там заключительная позиция разбирается в первом томе. Сегодня мы подробненько рассмотрим вот эту систему игры. Ну и я сделаю там небольшие замечания тоже. Покажу, как все-таки правильно играть за белых. Наиболее сильный вариант. Я сказал, стартуем! Что делаем? Стартуем! С треха! Данная система возникает в дебюте Гамбит Кукуева после следующих ходов. СД4, ФГ5. Ставим тучок. ДЦ5. Бой, 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 бой. Черные жертвуют шашку. Белые бьют и нападают сразу же на две. Как вам известно, правильно возвращать шашку ходом СД6. Остальное хуже. И затем играем АСЖ3, СД4, ЖФ4, ФЕ7. Возникает открытая система Гамбита Кукуева. Белые нападают БЦ3. Надо закрываться БА5. СБ4 было плохо. Ой, БА3 плохо отходить. И зажертвует СБ4. И нападение ЕД6. Поэтому правильно закрываться. БА5. Белые играют ФЖ3 или ФЕ3. Черные играют АБ6. Белые играют АБ2. Черные БА3. ЖФ2. Ну и в этой позиции обычно либо меняются назад черные. Вот таким образом. С равной игрой. Ну вперед видите плохо меняться. Потому что белые сами разменяются вперед. У них есть упорчик на поле Б2. И у белых здесь будет огромное преимущество. Но кроме вот этого размена есть еще вот такой размен. Ходом ЕД6. И возникает вот как раз рассматриваемая нами система. После хода ФЕ3 белых преимущество гостит у черных. Все-таки правильно в этом варианте играть именно ДЕ3. Это сильнейший ход. Черные играют ЖФ6. И белые строят колоночку. Ходом СД4. Глазят сыграть ДЕ5. У черных плохая позиция. Все ходы ведут к преимуществу белых. Но их спасает комбинация. Комбинацию проводить надо. Играем ЕД6. Бой. ДЕ7. Бой. И ФЕ5. Бой. Отдаем шашку. И ловим дамку. БЦ5. И бьем на А1. Надо отходить. ФЕ7. И черные жертвуют дамку. Ходом А на Х6. И затем прорываются на поле H2. H6 на H2. Белым лучше всего пожертвовать. Обратно шашку ходом ФЖ3. И после боя на С3 возникает абсолютно равная позиция. Ничья. Это наиболее сильный вариант данной позиции. Если же белые в этой позиции играют ФЕ3. То здесь уже преимуществом владеют черные. Например. ЖФ6. Ну и здесь лучше всего за белых сыграть СД4. Здесь еще есть ничья. Довольно таки не сложная. Далее возможно ДЕ7. Здесь уже комбинацию проводить не обязательно. Белым надо играть БЦ3. И черные начинают охват позиции белых. ФЖ5. ЖХ4. ЕФ6. Единственный ход ЕФ2. И черные меняются назад. БЦ5. Бой-бой. Белые играют СД4. И черные играют СБ6. В этой позиции надо все-таки играть ДЦ3. Затем жертвовать шашку. И возникает ничейная позиция. А вот ход ДЕ5. Уже проигрывает. То есть черные бьют Ф на Д4. Белые. Аш на Ф6. И здесь есть контрудар со стороны черных. Так называемая присоска. То есть играем ДЕ5. И в какую бы сторону белые не побили. У них проигрыш. То есть если они бьют на поле Д6. Тогда черные играют ДЦ3. И остаются с лишней шашкой. Тут легкий выигрыш у черных. Если же белые бьют Е3 на А7. Тогда черные бьют 4 шашки. И легко побеждают в этом эндшпиле. То есть две шашки. Х8 и Х6 легко проводятся в дамке. И затем строятся петли. И черные легко побеждают. Но все-таки в этой позиции еще есть ничья. Надо сыграть ДЦ3. Б5. СД2. Размен назад. ДЦ5. Бой-бой. И белым надо пожертвовать шашку. Ходом СД4. Ну видите. За счет отсталой шашки Х8. Все-таки у белых есть ничья. Несмотря на то, что у них не хватает шашки. Например ДЦ3. Ну здесь есть два хода. Если СБ6. Тогда простая ничья. Отдаем СБ4 шашку. Затем их Е5. Бой. И бьем Е3 на А7. Затем отъедаем шашку Ж5. И ничья. Если же черные играют СД6. Тогда надо сыграть ФЖ3. Ну и после того, как черные сами жертвуют шашку ходом СБ4. Они обязаны играть ДЦ5. Тогда белые меняются ЕД4. Черные бьют Ж на Е3. И бьем вперед. Д на Б6. И возникает также равная позиция. Это сильнейшие варианты игры за белых. Мы рассмотрели. Ну второй вариант уже, так скажем, не такой сильный. Самый сильный, конечно, первый вариант. С ходом ДЕ3 и СД4. После ФЕ3 уже преимущество у черных. Если же белые в этой позиции не играют СД4, а играют ЖР4. Здесь уже огромное преимущество у черных. Например, ФЕ5 точный ход. И здесь надо меняться ходом ЕД4. А вот ход ФЖ5 уже проигрывает. Например, бой-бой. Черные играют БЦ5. И у белых есть два варианта. После хода ЕФ2 черные играют ДЦ7. Грозят сыграть СД4. Поэтому ход ЖР6 вынужден. Тогда черные здесь проводят несложную комбинацию. Отдаем АЖ7. Затем меняемся. ДЕ4 бой-бой. И белые вынуждены бить дамкой на поле Б4. Черные аккуратно бьют на поле А1. После нападения ФЕ3 щедро отдаем шашку ФЖ3. И обрезаем шашки белых ход по ходу дамки ходом А на Е5. С легким выигрышем. Если в этой позиции белые играют ДЕ3 вместо ЕФ2. Тогда черные заходят в лютки ходом ЕФ4. И после хода ЖФ6 бьют две шашки. Далее возможно ЕД2, ДЦ7. АЖ5, СД4. Ну и белым остается только сдаться. Позиция проигранная. То есть грозит БЦ3. А вот такой удар, конечно, это удар в свои ворота. У черных 4 единицы, у белых 2. То есть здесь у черных легкий выигрыш. Так, следующая позиция. Если белые не меняются, допустим, играют ЕД4. Тогда бой-бой. И здесь черные играют АЖ5. Далее возможно. ФЖ3, АЖ7. ДЕ3, ЖА4. Здесь у белых есть три варианта. После ЖФ4 еще есть ничья. А вот, допустим, ход ЕФ4 уже проигрывает. Например, бой-бой. ЖА6. ЖА4. ДЦ5. Надо отходить. ДЕ5. СБ4. Ну, здесь белым надо проводить вот такую комбинацию снова в свои ворота. ЕД6, бой-бой на Е3 и бой на С1. Белые еще пытаются пройти в дамки. У них это действительно получается. Но после хода БЦ5 и СБ8, черные занимают дамкой большую дорогу. Затем проводят обе шашки в дамки, отъедают висящие шашки Е3 и Ф4 и легко побеждают. Проблем нет. Так, рассмотрели ход ЕФ4. Еще возможен ход ЕД2. Он также проигрывает. Например, бой-бой. Черные нападают. ДЦ5. Надо отходить. ДЕ5. Ну, и здесь возникает стандартный ударчик. То есть, залазим в люки. Ходом СД4. Надо отходить. ЕД6. Ждем. Ходом ЖА6. И проводим ударчик. ДЦ5. Бой. И бьем на Е1. Затем следующим ходом подрываем пункт С1 и легко побеждаем. Тут, в принципе, несложный выигрыш. Белые могут, конечно, это посчитать и сыграть правильно ЖФ4. Тогда уже играем ДЦ7. Точный ход. И после хода ЕД2 играем ДЦ5. Белые вынуждены играть ДЕ5. И черные связывают левый фон к белым. Белые играют ЕД4. Черные меняются назад. СД6. Ну, здесь надо играть ДЕ5. А вот ход ФГ5 уже проигрывает. То есть белые жертвуют шашку ФГ5 и меняются ДЕ5. Черные играют ДЦ7. И здесь возможны два варианта. После хода ДЕ3 мы играем СБ6. И на ход ЕД6 играем ЖФ6. У белых единственный ход. И Ф4. Ну и черные проводят несложный ударчик. Так, ДЦ3, ДЦ5. И легко побеждают. Так, если в этой позиции белые играют не ДЕ3, а допустим БЦ3. Тогда играем ЖФ6. Ну и после хода ЕФ6 играем ЕД6. Белым уже тут просто некуда прилично пойти. Можно сдаться. Если же белые не жертвуют шашку ходом ФГ5, а допустим играют ДЕ5. Тогда играем ДЕ7. Ну и в этой позиции уже надо жертвовать шашку ФГ5. Бой-бой на Е5. Черные играют Ж6. Белые ДЕ3. Тут уже форсировано все. ЕФ6 размен назад. ЕФ4. ФЕ7. Ну и здесь можете поставить видео на паузу. Попытаться все-таки найти ничью за белых. Она здесь очень сложная. Найдена шашистом Евгением Куклеевым. По-моему в 1971 году. Правильно сыграть ФГ5. А вот ход ФЕ5 уже проигрывает. Черные жертвуют лишнюю шашку ходом БЦ3 и играют АБ4. Белым надо отдавать шашку ЕФ6 и играть ДЕ5. Черные жертвуют шашку обратно и возникает известная позиция 2 на 2. БЦ3. ЖФ4. Для победы надо пожертвовать шашку. Это единственный путь в победе. ЦЗ2. И сыграть АБ2. Ну и как бы белые здесь не играли. Черные связывают шашки белых. Затем отъедают одну шашку и вторую. То есть ЕД4, БЦ1 допустим. ФЕ5, ЦБ2. Ну и все. Белым остается только сдаться. Они не успевают пройти в дамки. Так что в этой позиции играем именно ФГ5. Теперь черные играют ЕД6. И в этой позиции проигрывает ход ФГ5. БЦ3. Все-таки надо... Так, прошу прощения. Ход Ж6. Потому что черные играют ДЦ5. Надо меняться. Видите, черные грозят сыграть СД4, БЦ3. Остаться с двумя лишними и получить легко выигранную шпи. Поэтому приходится меняться. БЦ3. Бой-бой. И черные играют АБ2. Кажется, что это ничья. Но на самом деле нет. АЖ7. И здесь надо сделать точный ход АБ4. После этого хода у черных выигрыш у всех вариантов. Например, ЕФ4. Видите, дамку ставить нельзя. Тогда ставим дамку на А1. Ну и снова ставить дамку нельзя. Белым остается только сдаться. То есть на такую постановку дамки ловим ее тут же таким образом. А если ставят дамку белые на поле АЖ8, тогда черные побеждают после хода БЦ3. Поэтому в этой позиции надо сделать точный ход. ЖФ6. Теперь черные играют ДЦ5 снова. И тут уже можно разменяться. БЦ3. Вернее, нужно разменяться. Далее возможно. АБ2. ФЕ7. Видите, шашка здесь уже на поле Е7. И у нее есть выбор. Либо на Д8, либо на Ф8 ставить. Вот этот выбор приносит белым ничью. Например, черные ставят дамку на А1. И белые ставят дамку на Ф8. Надо закрываться. Белые отходят на поле А6. Единственный ход. И черные переводят дамку на Ф6. Идет сильнейшее давление. Но все-таки ничья еще есть. Переводим дамку на поле Ф4. И черные начинают вести шашки в дамке. БЦ3. Белые делают точный ход с дамкой на С7. Ну и после хода ЦБ2 все-таки достигают точной ничьей. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белым. Белые нападают СД8. СД8 надо отходить, допустим, на поле Е5. Ну и после нападения с поля Е7 остается только закрываться дамкой. Е6. Теперь белые прочно связывают шашку и дамку черных ходом ФЕ7. Ну и после постановки дамки черных на поле 1 жертвуют шашку ходом Е4. Ну и после боя все-таки достигают ничьей. Вот такая сложнейшая ничья. Друзья, если вам понравилось данное видео, поддержите мое творчество лайком и подпиской на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.